Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ну что, ребята, всем привет! Настало время поговорить. Не так давно я начал вести свой блог на канале. Это наш семейный блог, посвящен он путешествиям. Мы стали ездить и решили, а почему бы не снимать? Я настолько сильно этим заразился, что начал покупать себе различную технику, делать фильмы, обучаться монтажу и много-много всего-всего-всего начал получать новые знания. И вот про технику. Не так давно я купил себе квадрокоптер DJI Mavic Mini. И вы знаете, я давно думал, что нужно сделать плейлист, посвященный технике, ведь если я развиваюсь в видеоблогинке, значит технику я буду себе покупать. И почему бы не делиться с вами, с подписчиками, со зрителями, что я покупаю, рассказывать свое мнение, рассказывать свой опыт, что я проживаю в той или иной технике. Так вот, покупка DJI Mavic Mini сделала именно так, что я решился создать такой плейлист, он называется «Техника» на нашем канале. Можете посмотреть. Подробную распаковку данного квадрокоптера я решил разделить именно с вами, и зрителями, и подписчиками. Можете посмотреть, вот здесь сейчас будет подсказочка, и также есть в описании. Вы знаете, вот какой квадрокоптер покупать, вопросов у меня не было. Я сразу понял и решил, что я куплю именно Mini, потому что его не нужно ставить нигде, не нужно регистрировать. Разрешения на полеты вроде как на него тоже не нужны, потому что он весит 249 грамм. Ну и плюс он очень маленький, он компактный, и я считаю, что для новичка, скорее всего, это лучшее решение. Единственный вопрос, который держал меня перед выбором, это купить обычный за 35 тысяч, то есть просто квадрокоптер с батарейкой, либо купить набор комбо. Читал, смотрел, читал, смотрел, и решил купить комбо. Вот так выглядит набор комбо, вот в такой сумке. И спустя время, по-моему, прошло уже месяц или полтора с покупки этого дрона, я только сейчас понял все плюсы этого комбо. И сейчас я расскажу про эту чудо-сумку, а именно в сумке я вижу огромнейший плюс для начинающего блогера. Поэтому подпишись на канал, поставь лайк этому выпуску и смотри. Итак, ребята, данная сумка идет в комплекте. Точнее, много что еще идет в комплекте, помимо этой сумки. Но, как со временем, я начал его постоянно брать с собой, постоянно беру сумку, все таскаю, таскаю, таскаю. И только сейчас я понял, что это, ребята, не просто сумка, это чудо-сумка. Знаете почему? Потому что ее объемы позволяют взять не только все необходимое, что было изначально в комплекте в комбо, так еще и дополнительно множество всего. Я сейчас буду раскрывать эту сумку и показывать, что там есть внутри и сколько всего сюда помещается. Давайте вместе со мной раскроем эту сумочку. Итак, вот так вот будет точно удобно. Смотрите. Вот все, что в ней есть. На самом деле здесь очень много всего есть. Смотрите. Итак, первое, с чего я начну, это, конечно же, телефон сюда помещается, который подключает к пульту и с помощью которого я управляю дроном. Оригинальная зарядка, чтобы заряжать аккумуляторы. Эта зарядка шла в комплекте. Далее я сюда вложу жесткий диск, чтобы в случае переполнения памяти я мог быстро спикапить все файлы. Конечно же, провод для жесткого диска. Провод microUSB, оригинальный DJI для зарядки. И, соответственно, вот они в комплекте были. Так как я летаю за счет, при помощи, точнее, айфона, у меня всегда с собой кабель для зарядки именно айфона. Далее все, что было в наборе, то есть вот это все, что я показал, это дополнительно, оно как бы в сумке не шло, но это все можно сюда положить, объем большой. Далее я таскаю с собой три аккумулятора, аккумулятора, именно поэтому я выбрал также набор комбо, потому что в комплекте идет зарядное устройство и три аккумулятора, которых хватает на полтора часа полета. С одной зарядкой, ребята, если вы решите покупать просто обычный Mavic, то одного аккумулятора будет недостаточно. Во-первых, потому что в городе есть помехи, и когда вы летаете, вы можете отлететь, он прервет, потеряет пульт, начнет возвращаться, вы потом его увидите, он снова начнет отлетать. В общем, на все это тратится время и, соответственно, заряд аккумулятора. Поэтому лучше всего, конечно, купить комбо. Вот, в общем, зарядка. Далее. Далее, смотрите, в комплекте шло проводочки. Я тоже, я пока не знаю, зачем я их таскаю, но я их ношу, это переходники для пульта. Следующий момент. Прикиньте, пауэрбанк, сюда помещается мой пауэрбанк. То есть, если вам не хватило аккумулятора, вы можете быстро подключиться и быстро зарядиться. Вот так вот. Я стараюсь его держать максимально на полную. На минуточку, смотрите. Смотрите. Толщина его какая, да? И все помещается. Далее. Я ношу с собой две флешки. Одна стоит на 64 гигабайта уже в коптере, вторая на 16 запасная. Ну, вдруг не хватит пространства, быстро переобую и начну дальше летать. Далее, конечно же, пульт, ребята. Что касается пульта. Здесь есть специальные крепления для стиков. То есть, да, вот они откручиваются и прикрепляются сюда. Я их не откручиваю, потому что в сумочку они влазят беспроблемно. Также провод для подключения айфона, я его тоже не вытаскиваю, он всегда здесь. Вот это все очень аккуратненько убирается. Помимо этого, я таскаю с собой отвертку на тот случай, что вдруг что-то придется мне разобрать, либо врежусь и придется менять лопасти. Соответственно, с собой всегда ремкомплект. Здесь идут запасные лопасти, стики и болтики. Вот он. То есть, да, вот еще одна достаточно широкая коробочка. Конечно же, ребята, сам оптор, он, кто не знает, он, смотрите, собирается, он очень быстро раскладывается, вот, и получается вот такая вот настоящая игрушка. Вот, вот так вот, ребята. Просто представьте, сколько вот в эту маленькую сумочку влазит всего. И только вот спустя время я понял, что действительно... Это очень хорошо, что я не пожалел денег, заплатил побольше и купил набор комбо. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько это важно и насколько не стоит было экономить. Поэтому, если вы стоите так, как я, когда-то стоял перед выбором просто купить дрон с батарейкой, либо купить набор, то обязательно, конечно, покупайте набор комбо. Это очень и очень удобно. Я забыл сказать, что помимо всего, что я показал, в наборе еще шли дополнительная защита для лопасти. Да, конечно, она в сумку не помещается, потому что, например, таким размером, но я пока не пользовался этой штуковиной. Как-то не до нее, наверное, было. В общем, вот я вам и показал все, что влазит в эту чудо-сумку, ребята. Кому зашел выпуск, подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк и сделайте репост данного видео в своих социальных сетях. Спасибо, что досмотрели. До новых выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова